Боже Слава Тебе, Палатой Белосердный Создатель, Прибойте с нами, Оврандуми, Насталь, Дарь мне желание трудиться, Исполняя волю Твою и Святую. Аллилуйя, Аминь. Так, сегодня у нас понедельник, 13 августа 2018 года. Мы будем разговаривать сейчас, по всерашему дню. Внимательно послушайте, чтобы подобного не было. Молодя, ты сейчас прислепляешь его, надо прямо подходить и смотреть. Я план нарисовал. Разуй глаза, грудь, открой уши, распечатай. У нас Библия где-то рядом есть, нет? Есть, у меня там. У тебя. Ну, я напоминаю, Деяние 28 глава, последнее. К Павлу пришли в гостиницу, иудеи слушали. Неубедительно он говорил для них. Они пошли, и тогда вот свет им сказал, Исаия сказал так, будет иметь уши слушать и не услышите. Имеет глаза, но не видят. Они не понимают, не понимают события. Речь идет не о глазах этих. Они духовно не могли постичь, что Мессия пришел. А это начинается с малого. Значит, сегодняшнего он не видит. Я у тебя, про тебя спрашивал не у кого-то твою характеристику, а у мамы твоего, Аликина Орежнева. Ты можешь ей довериться? Она меня воспитывала. А? Ты хочешь сказать, что она свои качества передала тебе? Но, однако, она в тебе видит то, что она крайне не любит. И даже не верит, что я мог бы что-то сделать. Беспечность. Легкомыслие. И это я спрашивал, когда были в поездке. Я не раз натыкался на это в тебе. И она сразу сказала то, что я говорю, вопрос решен. И наставишь крепко держаться на то легкомыслие, которое у тебя есть. Вот мы сейчас нашли, смотри. Закроешь. И нижняя тоже. Иди сюда, смотри. Сейчас он закроет шторку. Закрою. И шторку сразу поднимем. Ту и другую. Тату не надо закрывать. Вон ту надо. Так, быстренько закрою. И задерни. Ту и нижнюю, нижнюю, нижнюю. Она забивает, плохо видно идет. Я с двух часов сегодня ночью все разрушлял и думал, и смотрел, и рисовал. Речь идет не о потерянном, а о потерянных людях. И понимаете, вы меня с колен, говорится, не отпускаете. А тебе даже тут уже нету. Хмыль сейчас стоишь. Вот это дамба. Вот прямая. Но она не прямая, там с разными. Тут кустики разные растут. А вот это вот написано, что сваи. Вот они круглые где-то. Понятно. Это вот пруд где находится. Сваи надо забивать. А когда ударишь ее, а она там, то корень, то что-то, она не идет. Надо ее держать. А держать опасно. Килограмм 10 слищет, наверное, эта кувалда. Такая тяжелая. Если промахнется, кость руки в дребезги разнесет. Поэтому мы ее держим. Держи. Мысленно воображаю, что вот эта свая. Ну, они, некоторые такой у нас толщины даже были. Когда не было, мы ее и забивали. Отпиливали на 4 раза пилой. Заостряли ее. А она валится туда. Я ее держу вот так. Вот это вот. Дамба, мы стоим на дамбе. Вот это вот озеро. Держи ее, чтобы она не упала. Я вот этот плечиком у лопаты, совковой. Совковой именно. Шупер. Говорит, вот так вот держу. Вот так вот. Я стою на дамбе. Он бьет ее, я держу так. Он бьет ее ниже. Моя лопата идет вниз. Но я не вижу больше ничего тут. А в это время здесь она... Он ударит, она вернется. Я ее подправляю. Так? Я спрашиваю, с кем работал. Так, нет? Да. Так. Я ее тяну туда. А то у меня хорошая была лопата. Лучшую взял. Она наклонилась. Вот эта щурка-то-то, свая-то. Я ее подправляю. Рукой нельзя никак. Она длинная. Вон виска. Какой выскочил. Ну от него вреда никакого нет. Это вот такой. Она идет. И она каждый раз плечиком дергает туда. Ну раз я ее тяну туда, он ударит, она дергается. И вот этот гвоздик надломился. Ну как я могу увидеть, когда она там у меня где-то внизу. Никак. В следующий раз, когда только он ударил свою-то, она ее дернула, и эта железка слетела. Куда она могла улететь, если я ее держу вот так вот. А вот эта тихая, она дернула ее, стащила. Ну то видишь, вот эта она обмормотается здесь. То есть она не насажена, то есть усохла или как-то. Она ближе 20 сантиметров, может быть. Прямо упала здесь же рядом. Или не согласны? Куда она могла упасть? Ее никто не бил. Даже если бы ударили ее, она отлетела бы ну 20-30 сантиметров. Дальше некуда. А вот дальше, когда она упала, она изогнутая. В воде она могла падать не вертикально, могла так пасть, могла и так. А могла идти под давлением, ну она в воду упирается плечиком. Могла вот так мотнуться и дальше. Она могла даже на полметра отойти. Ну, какую-то деталь такую кривую бросил в воду, где стеклянная в стенке. Ты не видишь, как она падает не вертикально вниз, она вот так начинает зигзагами. Упирается в воду вот этими изгибами. Не эта сторона, а вот этой вот. Согласен? Согласен? Да. Поэтому мы стали искать ее рядом. Но так как мы стоим здесь на дамбе, а вода внизу, поэтому грабли только до воды достают. А мне надо в воду, и там еще больше метра. Я привязал другую за нее, как вчера, ручку там, привил ее. И мы начали искать. И мы не нашли. Володя забыл об этом. Я совершенно точно не знаю, но знаю, что до половины середины там у нас бетонный спуск был, там он остался. Мы его засыпали, затрамбовали с двух сторон этими сваями. Чтобы поднять выше воду, тот спуск, он нам не даёт возможность. Мы не знали, что делать с ним. Наконец мы его засыпали. Бетонный, железобетонный спуск. Настоящий был. Мы поднимаем выше его. Мы делаем большую работу. Теперь, я хочу найти лопату эту. Навязываем. Я встаю, дергаю. Никак. Дальше я заграблю, это граблями я делаю. Заграбли, привязываю этот магнит. Еще не потеряли. Я держу в руках их. Мы это не могли найти. Не могли найти по той простой причине, что я стою вверху, я может быть и поднимаю. Если бы я на уровне земли был, я бы их себе постянул. Магнит бы мог до поверхности поднять, а выше может быть и не поднял бы. Потому что они вплотную, а через сетку. Через сетку. А это уже уменьшает тягу. Мы оставили для весны. Я обращаюсь к Володе. Володя, а где были? Он меня смело показывает. А вчера здесь. Он забыл. Я его спрашивал, не он меня. Потому что я кручусь. А ты говоришь, где? А вон кустик. Она вся в кустик. Какой куль. Ты мог послать. Да он этим под тем облаком мы делали. Ориентир-то какой. Я сейчас сразу подошел на этом кустике, три ветки отловил. Вот они висят. Ваши слова. Я все вам объяснил. Как лопата упала. Зачем вы пошли... А вот где бетонный спуск, он стоит на половине. На половине озера. Так вот, где лопата упала, она на половине этой, которая с этой половины. То есть одна четверть. Одна четверть от этого места. Ну, поближе, может, маленькая чуть-чуть. Вы перешли вот эту грань, где бетонный спуск. И туда опять ушли метров на двадцать. Зачем? Я стою крещу, вы не на этом, а вы уже ныряете. А я бетонный спуск и крещу, уже... Вы уже про лопату забыли. Вы уже грабли утопили. Грабли, подаренные мне. Самодельные, дарственные. Звери. Их найти. Хоть пруд выпускаем, если вы грабли найти. Это не лопата. Теперь по порядку вопрос. Я не сказал, кто у вас там старший. Но вы оба сидите в лодке, и вам надо смотреть друг за другом. Правильно ли выполняют? Я сказал, грабли из рук не выпускать, которые мои грабли. Потому что в них не просверлили дырочку здесь, чтобы петлю сделать. Перед этим поговорили, как на море, я сказал, всегда просверлена. Веревочка на руку, если выскочил туда. Здесь рядом. Держи двумя руками. Но для контроля сделал веревочку. На всякий случай. Но сказал, из рук не выпускай. Веревочка на море не играет. Вы сразу делали. Кто решил, что без веревочки можно делать? Это сказать, выпускать рук. Мне кажется, я не знаю, что вы его куда-то опустил, да на веревочке-то и потянули там внизу. А на веревочке соскочила, ограбли там. И вы не знаете где. Дальше. Если у нас здесь 20-30 см, полметра, дальше нету. Вы уплыли туда метра на три. Вы в 15 раз увеличили то, что вам сказано было. В 15 раз. Счастное дело, что беспечность и самомнение. Давай. Вот если бы вы нам вчера вот это все рассказали, то такого бы не было. Так что я буду рассказывать, когда это так понятно? Мы только в лодке, когда уже искали, потом только узнали. Оказывается, она была просто железяка. Без этого. А ты мог спросить? Ну, я сказал, она слетела. Я говорил. Ты говоришь, разбирать, это полет разбирать. То, что вот она была максимум 50-50 метров, вот только сегодня я узнал, Игнать Игоревич. Ты вообще ничего не знал. Вот Володя Устинов, он работал на поезде. Это электропоезда, тепловозы, это не поезд. И вот случилась авария там, в Костромской области. Их всех в Новосибирске. Всех собирают. Совещание. Снова сдавать экзамены. По полной программе. Он все равно учебники внехают, он на хорошем счету исчислится. Но у нас этой аварии нету. Вот если бы раньше сказали, никто раньше не говорит об этом. И так понятно. Аварию делать нельзя. Ты проходил когда учебу? Я сказал, она слетела. Я свою поддерживал. Я говорил. Такой я что бы делал разбор-то. Что бы ни сказал. Мы не знаем, что ты нас за дураком считаешь. А вот теперь уже по дуракам и проедем. Я это все сказал. Из рук не выпускать. Говорил? Да. Даже не надо бы ничего говорить. Зачем тебе? Есть там ручки или нет? Я не выпускал ее из рук. Я сейчас не о тебе говорю. Ты молодец. Ну, я на ручки овец. Как есть. А для отца и самовца. Баран. Я сказал, из рук не выпускать. Вы выпустили ее. Начали химичить там. Ты ее добровольно отпустил из рук. Она у тебя не вырвалась. Так? Я сейчас не помню. Исследование. Я дошел до этого. Ты не мог ее отпустить. Зачем отпускать, когда там непросверзлено? Это намотано только, чтобы... Если она вырвется, чтобы задержать ее. Она не держится. Ты не помнишь. Вы не помните, где. А зачем вы отплыли туда метра на три, на четыре? Зачем вы отплыли? Мы решили вот так вдоль берега пройти. Вам решать не надо. Решитель. Что толку, что ты решаешь, когда вопреки сказанному? Мы решили. Вот это, что у меня страшило в Никите. Никита. Первая заповедь. Ничего не изобретай. Изучай то, что есть. Вторая. Близко не подходи к изобретению. Третье изобретение. Брось, бойся, как огня. Он все время изобретал. Лопата хрустит, сломалась. Можно сказать ему? Ты уже сказал. Говорить будешь, когда мне грабли принесешь сюда. Еще раз показываю. Дамба. Вот она дамба. Вот они сваи. Вот она сваи. Вот эта Володя стоит там на поверхности. Я ее придерживаю. Куда она может улететь? Ну вот, самое большее. Дальше ей никуда нет. Володя показывал несколько... Володя еще не показывал? Да нет. В том году. Володя ничего не показывал. Да не про это. У меня с Володей, когда рассказывали, в прошлый год, когда было, я прихожу. Володя, а тут деревья-то... Ну, в каком месте он может быть? Забыл в этом месте. Он забыл. Он показывал мне. Я вершусь вот этой... Ну, я знаю, что рядом, а он конкретно показывает где. Поэтому... А сегодня он уже не знает где. Но все-таки мы знаем, это примерно... Ну, щеппер чуть больше от края. Вы щеппер с той стороны начали делать. Вот это ваше беспечное, самомнение привело к тому, что если ты ныряешь, то проще... А ныряешь где? Нырял там, где плавали. А зачем туда? Вы уже не лопату ищите. Грабли. А где грабли-то, это еще я никак не думал. А что делать нужно было? А вы бы сказали, так, грабли даны нам. Грабли с хорошим рожком, самодельные. Надо беречь. Не сказал ни один. Я занимаюсь твоими делами. Дальше. Если они с вами не одержал, лопата упала, там никуда не надо. Значит, лодку нужно к берегу причалить и держать. Можно привязать за веревочки, даже с двух концов, может быть. А теперь, а теперь кораблями вдоль этой, прямо вдоль вплотную, к даме, вплотную к сваям. Провели раз, другой раз, третий, так, чтобы раскребли эту местность. Еще раз. Нет, нету. Еще по пятерой, полейки. Снова. А лодка вот стоит. А вы в лодке сидите. Вот она лодка. И здесь вдоль. Это можно, да? А на сколько? Сантиметров нам 80 наши взяли бы. Да это четыре раза прогреблимся. Все. Лопата была бы в руках. Нет. У вас какая-то сила гнала туда дальше. Дальше от этого и дальше в этом. Вы не в том квадрате поезд сделали. Когда люди что-то делают, они узнают план. А вы подошли и сказали, вот здесь. Еще мы будем думать. Это вам на урок. Не изобретайте. Спрашивай. Ты мог спросить. А она у вас выскочила как? Из рук выскочила? Или это? Я говорю, гвоздик сломался. И она выскочила. Я не мог ничего знать, что он гвоздик может переломиться. Ты это уже еще не берешь во внимание. Что нужно для того, чтобы найти лопату? Я данные выдал. Где? С лодки. И теперь до воды тебе не надо. Так ты прямо около воды. И более горизонтально идут грабли. Они бы подняли его. Даже если юн на них попал. Рожки у них такие длинные. Вполне. Ничего этого не было сделано. Вам просто казалось. Игрушка какая-то. Поплыли в другом направлении туда. Далеко от этой. Мне это неизвестны ваши мысли. Но я знаю, что вы оба одинаковые. А ты. А не я. Я сидел за окажем. Почему мы поехали? Ты мог ее остановить? Расскажи. Почему мы? Мы решили просто дальше пройти. Потому что точно ты не помнишь. Расскажи это все. Но то, что она слетела, ты это знал рядом. Ну ты знаешь, что понятно. Куда она упала? Она здесь упала. А мы решили. Ну как решили? Игнатий Ильич Ильич, мы же не сказали, где именно. Ну не сказали, где именно. Я подошел, примерно сказал правильно. Ну я же не сказал, что лопату искать на 3 метра. Вот эта. Это же ты понимаешь. Она не могла быть выстрелена из пушки. Я не понимаю, что ты в голову сейчас крутишь? Да мне смешно Ты не знал где Ну не знал Допустим, надо было вот здесь А уронили здесь Ну ты же где-то в середине-то К этому Где бетон этот Так бы и дошёл Ну туда-то зачем бы поплыли? Зачем бы перешли через бетонный спуск и ушли туда? И отсюда дошли куда? Где ты нырял-то? Это же... Зачем бы туда? Ты нырял там где вы плавали А плавали вы не там где лопату Я показал примерно здесь Зачем бы туда уволоклись? Ведь я же сидел в лодке и сказал бы нет Нам показали место, я показал примерно здесь Лопата могла сеть рядышком Ну-ка давай там где-то Ничего нету Алло-ло-ло-ло-ло Мы прошерстили вот как где... А вот мы не нашли и решили чуть-чуть А не надо? Решать не надо Ты уже... А мы решили... Вот мы решили... Вот ваше решение вот это вот Ваше решение дохлое Враждебное Убыточное И ты всё равно... А мы решили... Ты запиши что ты решил Ты решил делать не так Какая была инструкция Ты попнул в другое место Ты погубил Инструкции не было абсолютно И главное до тебя ничего не доходит Была бы вот такая инструкция Ты нарушил инструкцию Не было бы никаких претензий к вам Да мне и нет никаких претензий Ты сам говоришь или кто-то в тебя это бормочит? Я вам говорю Не сам ты говоришь А сатана Рыга показывает Изо рта у тебя Трижды Четырежды Повторяю Она слетела вот так Она не могла далёко отойти Больше полметра А мы решили А мы решили что тут снаряд был Пушку ударил Лопату улетела на средину Ты городишь Как в своей жизни нагородил Так и здесь В этом оба одинаковые Тебе понятно? Ну понятно А зачем ты решаешь? Вот мы сейчас пошли на южный пруд Этот брат спрашивает сразу А какой план? Я ему сразу объясняю Вот так Ну я говорю не знаю Вот эту сторону Убрать или не брать Убирать или не убирать Они с той стороны заглядывают Там каверна видать На другом месте может тоже Я смятений был Я не знал что там за этой стеной И наконец решил Чтобы не было сомнений Убрать Когда убрали Оказалось На таком расстоянии Там вот такая вот каверна Я не знал как Но он заранее спросил что И они на том месте Ни разу нигде против не было И они все сделали точно Как только можно было Этот таскает там бревна Куда вода пойдет С какой стороны Ни одного шага не сделали Они сами по себе Не так? Или вы что-то самостоятельно там делали? Все сделано как есть Готовы делать Что? Я решил Игнать Тихонович Я же вам говорю Что Мы когда Прошерстили какую-то часть дна И потом только до нас дну Володя вроде сказал Что оказывается Мы то думали Что лопата вот такая Потерялась С черенком Ну как же нам от нас Черенком соскочить? Я значит соскочил А потом я черенок бросил Не знаю Ну мне вот Я так понял Понимаете? Неправильно ты понял Ты неправильно понял О жизни, о боге, о вечности Зачем тебе там понимать-то Стоят? Ты бы сказал А она с палкой или нет? С ручки или нет? Это ты мог спросить Володя рядом Не кричи Может мы потом и спросили Ну ты зачем спрашивать Когда без этого не можешь Я говорю Дьявол давит И давит к самостоятельности Ну только накануне Подойти к товарищу Спросить Скажи Теща у меня Под меня дочь подсовывает Можно ли Ты ни с кем не советовался? Ни с кем не советовался Ни с кем было Посоветовался Понимаешь я Вся жизнь твоя без совета У меня самые маленькие Где-то что-то есть Я бегу или к батюшке Или к кому-то Я говорю Не знаю Что дальше делать? Как это? То есть у меня есть варианты Но мне кажется Они не лучшие Бывает батюшка Одно слово скажет Я мгновенно все меняю Ты без совета Без совета Дело расстроится Написано А при множестве советов Состоится Володя стоит рядом Володя А у вас лопата отдаст Отскочила? Или просто уронили? Ну забыл ты Ну памяти нету Володя сказал Нет лопата Ты не спросил Почему? Потому что ты не сам делаешь Ты обузанный дьяволом Он тобой руководит Тащит тебя Колотит Как говорится Собачонку на цепи Об забор Если ты вывода Никакого не сделал Умыляешься То вот У тебя ничего не будет в жизни Ничего Никогда Ты все время Ты все время Соображаешь Выдумаешь А думать не надо Думать не надо У мусульман тебя бы сразу башку отрезали На следующий день Залез куда? А теперь бьешься Ни сына нету Ни жены нету А даришь свое Когда она увидит Настя И скажет О это он Я его знаю Кобель без хвосты Я слабая женщина Он со мной так поступил А потом нигде не работает И денег нету И теперь такие долги Я одна кормлю ребенка Ты себя беспощадно На мелкое Нашинковывай Тогда можно ожидать Какой-то Результат Ты понял? Держи Лапа Ты Вот так Здесь Забивай С компьютером можно забивать Ну держи ее Как бы ты держал сваю Свая Я ударил ее Володя ударил Она наклонилась Ты что будешь делать? Подтягивай Все Я это и делаю Какая моя вина? Мне надо прямо держать У него в руках кувалда Иногда они двое Друг за другом стоят Один отмолотил руки Второй берет Володя был Иосиф был И кого только не было Что я сделал? Вернуть я ее не могу Я крепко держу за все Да вы не вон Преграды удержать Двое Ну? Работает Ну все Вина я могу придумать только Ну еще дальше Я могу сказать Что вы должны были смотреть А вот На что смотреть? Гвоздик линия Не это Он отломился Ниже этого уровня Отломился Как я могу смотреть на него? А остальное Никакое не вижу Ины А? Ничего не вижу Я спрашиваю На Отнеси лопату В сарай туда А щетку на место Урок окончен А выводы сделаешь сам себе Я временно Двух часов ночи Сегодня я на ногах Толкусь Схемы там составляю Рисую Смотрю Как сделать Вы должны найти Где вы там были Лодку Лодку раскрепить На веревочке Где сдержать И оттуда сюда Грести А ручку сделать длинную Приметь Это все Может сделать Садимся за стол Садимся за стол